Друзья, приветствую! Андрей Жодин, Минская область, Республика Беларусь. Прислал образцы масла Mobil 1 ESP 530. Так, сейчас покажу вам. Так, вот описание. Значит, автомобиль, условия эксплуатации. Это BMW 5 GT 535D дизельная на чипе, 355 сил, 720 Нм. Экология в мусорке лежит уже. Так, вот баночки сейчас почищу, подпишу. Ну и давайте проверим. Значит, понятно, что я много раз уже ESP проверял. Сейчас проверю свежее. Значит, Андрея. Посмотрим, сравним с эталоном. И потом отработку. Так, закладываю пару капель. И смотрите, 105% по противоизносным присадкам. Вот здесь гликоль непонятно. Он туда-сюда скачет периодически. Нитрование похоже. Все, все похоже. 8,3. В эталоне 8,1 щелочное. И 2,2 кислотное. Здесь 2,19. То есть, ну, у меня нет сомнений. Даже видно по сульфатации, что, в общем-то, это оригинальное масло. Повторюсь, сомнений у меня нет. Ну, немножко влаги здесь. 640 ppm. Чуть больше, чем свежим. Ну, это такой момент. Это может и в тару попасть. И во время того, как дождь идет, грубо говоря, если не герметичная упаковка, атмосферной влаги может набраться. Ну, и давайте проверим отработку. Так, как я говорил уже, это BMW пятерка GT. Мотор N57D30T0, 355 сил. Общий пробег 187 тысяч. Значит, пробег на масле 7773 километра. Примерно 350 моточасов. Средняя скорость 22,5. Режим газ-пол. Ну, видно по расходу 17,1. И добавлено 800 миллилитров масла. Так, смотрите. 94 по противоизносным присадкам. 0,65 сажа. Ну, из сажи чуть-чуть противоизноски попадает в масло. Так, нитрование нормальный уровень. Значит, окисление тоже. 4,18 достаточно такое высоковато. Ну, в принципе, и пробег серьезный. Ну, и здесь, скорее всего, противоизносная присадка повышает. Из топлива повышает кислотное. Типичное явление. Щелочное 5,7. В принципе, еще достаточно высокое. Учитывая то, что там 8 с копейками начальное. Да, воды поменьше стало. 509 ppm. В общем-то, масло еще пока живое. Есть даже некоторый запасец. Вот, сейчас посмотрим, что тут произошло с вязкостью. В общем-то, сажи немного. Масло живое. Скорость 22,3. Ну, хотя написано, что режим газ в пол. Должно быть небольшое разрежение. Но, видим наоборот, некоторые загущения. Я оценил в 15% от максимального загущения. Скорее всего, мне кажется, чуть-чуть забеднена смесь. Ну, здесь не видно по маслу, чтобы оно там перекатанное было. Или сажа очень много, которая повлияет негативно на вязкость. Да, не забывайте отметить видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. Так, и ресурс, что было, что стало. Значит, в данном автомобиле, в данных условиях, видите, у меня получилось 10 470 километров и 471 моточас. Но это с учетом доливки, в общем-то. Вот, по нитрованию нет проблем. По вязкости особо нет. Но вот единственное такое загущение, то есть повышенная рабочая температура, я так считаю. Возможно, ошибаюсь, но других объяснений я не вижу. Скорее всего, сделан стейч. И, может быть, он достаточно агрессивный стейч. Кстати, на чуть забедненные смеси, значит, результаты поинтереснее, лучше. Значит, отдача мощностная. Но вот, может быть, может быть, сознательно сделал. Ну, значит, тот, кто чиповал, чуть забеднил. По мощности это плюс. Вот, но вот такой эффект от превышения рабочей температуры. Да, кстати, вот смотрите, такая взаимосвязь интересная сейчас вот в голову пришла. У моторов BMW очень, ну, хорошие, мощностные, отличные характеристики. Ну, грубо говоря, там это один из лидеров по моторостроению, понятное дело. И у них, как правило, горячие моторы. Возможно, что именно это вот такой инженерный подход. Именно горячие не из-за того, что выжимают много с них по мощности. То есть, чуть забеднена смесь. По мощности много. Вот. Но масло быстрее умирает. То есть, такой тоже баланс такой. Добавляешь здесь, убавляется здесь. Вот. И не только к бензину это, но даже к дизелям относятся от BMW. То есть, условно, там Volkswagen может получше с маслом коммуницировать. Дизельный, я имею в виду. Ну, вот такой получился тест. В общем-то, все нормально. Единственное, если менять масло на таких интервалах, там, тысячах на 8-9, в общем-то, проблем особо не должно быть. Вот. Тем более, это не бензиновая турбо, где криминал может быть от повышенной температуры. Там температура выше значительно в моторе. Вот. И может привести к ней негативу. Там, вплоть до вытекания поршней в поддон. Здесь, как бы, нормально, я считаю. Но это на усмотрение уже владельца. Может подкорректировать чуть-чуть, тогда загущения не будет. Хотя оно не такое сильное. Благодарю Андрея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.